здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья небольшое интервью которое было размещено на московском комсомольце интервью это с сергеем фургалом и не только эту информацию сейчас вам озвучу статья называется сергей фургал надо пожить посмотреть на заседании суда оставившего экс-губернатора хабаровского края под арестом до декабря сергей фургал говорил о давлении который на него оказывается после этого заседания закрыли от прессы теперь фургал рассказал членам унк что ему обещали трудную жизнь сизо так что он ожидал ухудшения условий содержания к счастью ничего подобного не произошло вообще фургал один из самых спокойных заключенных столичного лефортова меж тем среди них есть юрист бывший адвокат рован эминов который недавно подал заявление в следственный комитет и генпрокуратуру с требованиями возбудить уголовное дело против руководства изолятора по статье превышение должностных полномочий которая по его убеждению выразилась в продлении карантинных мер напомним что в четверг 3 сентября 2020 года состоялось заседание басманного суда по продлению меры пресечения как жаль вы этого не видели воскликнул фургал при встрече с членами он к я про закрытую часть это был знаковый день для меня и мне дали понять что после произошедшего мои условия содержания в сизо могут резко ухудшиться кто это сказал я не буду называть а то скажу что вот фургал пожаловался я не из тех кто в принципе жалуется и что с условиями они изменились нет все по-прежнему я так понимаю здесь не то место где посторонние придут и распоряжаться будет имеет ввиду скорее всего следователей такой власти они здесь не имеют а вообще как говорят лефортова надо еще заслужить здесь свои порядки все четко строго по закону и здесь содержатся особо опасные и особо ценные заметил сотрудник ванка спасибо вам в общем конфликтов с администрации у меня нет они уважительно относятся я тоже сразу после суда произошло приятное событие мне принесли огромную пачку телеграм но все они за одно число за 22 июля что это особенный день не знаете всемирный день мозга вряд ли вас так поздравили а как же книги мне прислали люди больше двухсот книг все хранятся на складе мне по заявлению выдают почитать по несколько штук потом забирают приносят новые сейчас решил пересчитать бунина солнечный удар также читаю еще одну книгу надзирать и наказывать рождение тюрьмы очень рекомендую отношения с сокамерниками хорошие да все нормально я кофе пью он чай один читает другой телевизор смотрит но часто вместе завтракаем и обедаем сокамерников тут периодически меняют пусть люди не переживают на меня повлиять ни один сосед не сможет сми писали что вы заболели в сизо это так я здоров как бык не верьте никто меня не госпитализировал и никакого давления в сизо на меня не оказывается целом все действительно хорошо я прогнозы по поводу того когда выйду и делаю чудеса не верю надо пожить посмотреть бывший помощник фургала по госдуме андрей карепов которого недавно поколотили сообщил что после инцидента у него стали не иметь конечности врач считает что месяца через два это пройдет будет крепов буду надеяться а расследование по этому факту идет ко мне даже прокурор не пришел за все время ни разу хотя адвокаты ему писали не явился следователь чтоб меня опросить думаю эту историю хотят спустить на тормозах так все-таки оно произошло на территории сизо да и это подтверждаю стали колотить на крыльце а она на территории лефортово потом уже продолжили в автозаке volkswagen принадлежащим конвойной службы фсб ну хорошо что я цел меня многое удивляет я ведь с высшим образованием помимо прочего закончил высшую школу милиции в хабаровске так что все могу понять но вот когда делают вбросы в сми что я заключил сделку со следствием такого конечно и понять не могу разве такие методы приемлемы хочу подать в суд на сми но они вот что сделали моей фамилии специально неправильно букву 1 указали надеюсь это не поможет ему идти с ответственности проблему с кроватью для карепова увы решить так и не удалось напомним что его рост 191 сантиметр и он не вмещается на стандартные нары изменить конструкцию кровати по словам сотрудников невозможно иначе рухнет в итоге каждая ночь для карепова как пытка но зато ему повезло с сокамерником им стал арашуков старший другой заключенный лефортово привлечь к ответственности намерен сам изолятор руслан иминов сын генерал-майора запаса экс-начальника автобронетанкового управления главного командования вв мвд россии тагира минова прошлом сам адвокат все ограничения которые сейчас лефортово незаконны говорит ролан со 2 июля снят режим особых условий но мы в сизо по-прежнему лишены краткосрочных свиданий хотя в других сизо они есть адвокаты могут прийти не чаще раза в месяц и говорить только через стекло и так далее вывод члены он к даже не можете до сих пор ходить по камерам чтобы проверить что там есть у заключенных все это по моему убеждению превышение должностных полномочий со стороны администрации я отправил заявление о правонарушениях в следственный комитет и генпрокуратуру мне уже пришли ответы к сожалению материал спустили в нежестоящей инстанции потом наверняка спустят еще ниже на уровень округа а это тоже незаконно и я буду оспаривать это суде вот такая вот друзья информация на сегодня у меня все всем кому понравилось видео ставьте класс и подписывайтесь на канал обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео появившиеся на канале всем пока друзья до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok димаTorzok димаTorzok